Здравствуйте! В прямом эфире Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И в этом выпуске вы увидите 7 претендентов. Сегодня избирком завершил прием документов от желающих баллотироваться на пост главы республики. Поддельный алкоголь. Полицейские изъяли 70 с лишним тысяч бутылок контрафактной водки и коньяка. Старт международного форума. Сразу две выставки открылись сегодня в Краеведческом музее. Сегодня парламентарии Хакасии в последний раз собрались на сессию в прежнем составе. Пятый созыв Верховного Совета Республики уже этой осенью сложит свои полномочия. Как только в единый день голосования выберут преемников. Какие законопроекты народные избранники рассмотрели на заключительном заседании, расскажет Ольга Стельмах. Эта сессия Верховного Совета, пожалуй, войдет в историю законотворчества. Она стала не только заключительной для многих депутатов, но и последней, которую проводят в столь крупном составе. Уже в сентябре депутатский корпус сократят с 75 до 50 человек. Между тем более четырех лет пятый созыв обсуждал и принимал важнейшие законы республики. За эти годы Верховный Совет Республики Хакасия принял около 600 законов. И сейчас по этим законам живут и работают наши граждане, наш бизнес. В этот раз на повестке 26 вопросов. Льготы детям-сиротам, новый закон о потребительской корзине. Кстати, основной набор в Хакасии увеличили практически на 9 процентов, более чем на 500 рублей. Новым правилам подчиниться и образование республики. Проект закона депутаты приняли в окончательном чтении. Сегодня парламентарии обсуждают вариант приравнять поселковые школы к сельским, а значит и увеличить зарплату педагогам сразу на 25 процентов. Это Усть-Абакан, рабочий поселок. Это вершина Тёя, это станция Аскиз, это Черемушки, Майна, это Пригорск, по сути сельские населенные пункты. Но раньше они были привязаны к городообразующему предприятию и так далее. А сейчас ничего этого нет. А вот другой зарплатный вопрос привел к горячему спору. Сколько платить руководителям в бюджетной сфере? Минтрут предлагает. Зарплата начальников не должна превышать четырех средних зарплат рядовых сотрудников. Во мнениях депутаты разделились. Одни посчитали, это даже слишком большая сумма, другие настаивают на обратном. Такие новшества в той же медицине, где зарплаты упадут значительно, только усугубят ситуацию с кадрами. Сегодня желающих пойти руководителям или заместителям руководителя, их нет. Мы их сегодня должны удерживать. А вот этими нормами мы наоборот оттолкнем от этой работы. Я не только про нашу больницу говорю, я говорю про все медицинские, и в принципе я считаю государственные учреждения, не только медицинские. Этот вопрос еще не раз обсудят в парламенте, но видимо уже другим созывом. Впрочем, большая часть действующих депутатов намерены бороться за места в парламенте. В основном своем они будут баллотироваться, будут принимать участие в выборах. И я уверен, что в основе своей они, конечно, будут поддержаны избирательными, придут сюда в новый парламент. Поэтому нисколько не сомневаюсь, что новый состав парламента будет подготовленный и высоко компетентный. На этом работа депутатов не заканчивается. Они покинут свои посты лишь с избранием нового состава в сентябре этого года. Ольга Сильмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Депутаты Верховного Совета обсудили еще несколько дополнительных вопросов. Один из них – сложная ситуация в хозяйстве Первомайское Багратского района. Сегодня это предприятие банкрот. Далеко не радужную ситуацию сугубил 2012 год. Для многих товаропроизводителей республики он был неудачным. Сразу четыре района Хакасии пострадали от засухи и других природных сюрпризов. Особо почувствовал ущерб Багратский. Сразу два хозяйства – племзавод Бородинский и ЗАО Первомайское – практически не собрали ни одного центнера урожая, не запасли кормов. Долговая нагрузка этих предприятий возросла, увеличилась и задолженность по заработной плате. В итоге кредиторы взыскали долги через суд. В настоящий момент идет процедура банкротства. Несмотря на сложность, Минсельхоз заверил – ситуация остается под контролем правительства. Мы практически всю зиму, всю зиму всей республикой помогали этим двум хозяйствам перезимовать. Мы обеспечили их кормами. Но, тем не менее, избежать процедуры банкротства нам не удалось. И я могу заверить сегодня, сказать депутатам, что мы сделаем всевозможное, чтобы комплекс хозяйств и там, и там был сохранен. Мы активно сейчас занимаемся поиском инвесторов, которые готовы будут купить имущественный комплекс. Не теряю надежду, что мы сможем на месте этих предприятий создать новое предприятие, которое будет работать с чистого листа и с новым инвестором. Сегодня в Хакассии дан старт Международному форуму по историко-культурному наследию. Мероприятие заявлено как федеральная дискуссионная площадка. Своё участие подтвердили более 300 именитых гостей – эксперты, бизнесмены, журналисты из разных стран мира и, конечно, представителей власти. В том числе сегодня в республику прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. В программе его визита в том числе и посещение нового здания Верховного суда Хакассии. Сюда он прибыл вместе с главой региона Виктором Зиминым. Стоимость объекта – 600 миллионов рублей. Здание специализированное. В залах судебных заседаний нет окон, только искусственное освещение. Таковы последние требования. Для судей и персонала оборудована столовая и комната психологической разгрузки со спортивными тренажёрами. После экскурсии Виктор Толоконский ответил на вопросы журналистов, в том числе об изменениях, которые он увидел в Хакассии за последние годы. Это прежде всего такой, что ли, мощный, производственный, промышленный, индустриальный центр. Потом увидел уникальную природу. А вот сейчас, поговорив с деятелями культуры, почувствовал уникальные возможности региона в развитии человеческого потенциала, человеческого капитала. В эти минуты уже можно точно сказать, сколько человек будут претендовать на должность главы Хакассии. Сегодня завершился первый этап избирательной кампании по выборам в республиканские органы власти, которые намечены на 8 сентября. Сегодня в обед претендентов на руководящий пост было трое. Владимир Быков, Виктор Соболев и Виктор Зимин. Ещё четверо принесли документы в избирком во второй половине дня. Это Игорь Чунчель, Денис Бразаускас, Николай Дудко и Олег Иванов. Во второй этап, скажем так, вышли семь кандидатов от семи политических партий. Учитывая, что само выдвижение у нас запрещено. Это пять парламентских партий республики Хакассия, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Патриоты России. И два кандидата от новых партий. Это от партии Народной Свободы и партии Коммунисты России. Сегодня международный день борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. В Хакассии служба наркоконтроля работает 20 лет. И сегодня впервые за все эти годы сотрудники пустили прессу в свои лаборатории. Туда, где хранятся вещдоки, где определяют состав наркотика. Репортаж Елены Крыловой. В небольшой комнате свободного места нет. На полу мешки марихуанная. Так выглядит партия Гашиша в особо крупном размере. В определенных кругах такие брикеты называют симками. Это изъято у гостей из Тувы. А из Таджикистана в этом году в Хакассию попытались провести героин высокого качества. Курьера задержали в Домодедово. Капсулу женщина везла в себе. Как выражаются эксперты, во всех естественных полостях организма – 600 грамм. Для того, чтобы делать из данного героина уличный героин, это его нужно смешать с инертными наполнителями в соотношении 1 к 20 примерно, 1 к 30. Чтобы там осталось конечное содержание где-то 4-7 процентов героина. Под следствием сейчас вся цепочка поставщиков. Если бы эту партию продали, дилер заработал бы 2 миллиона. Курьеру за работу обещали максимум 1040. В случае разрыва, растворения оболочки, в которой находится наркотик, человек может получить смертельную дозу наркотика и, соответственно, умереть. А благодаря этим маленьким контейнерам сыскали популярность оранжевой индивидуальной аптечки «Торэн». В коробке 3600 контейнеров. Нашла их в прошлом году сторож склада в Саиногорске. Решила продать по 300 рублей штуку. Еще много сохранилось. У нас же много заброшенных всяких предприятий, где аптечки. Аптечки такие оранжевые. Раньше были аптечки индивидуальные. И которые вовремя не были уничтожены. Хотя должны были уничтожены для того, чтобы в руки населения не попал этот препарат. Если «Торэн» с годами изымают все меньше, популярность другого наркотика растет день ото дня – спайсы. Главная беда этого сезона. В России вообще идет это, из Китая. Делают спайсы те, кто хорошо разбирается в химии. Порошок, похожий на сухое молоко, в народе называется порох. Это синтетический каннабинол. Его разводят растворителями и пропитывают какую-нибудь траву. Причем пропорции каждый определяет сам. Поэтому мощность воздействия наркотика непредсказуема. Первый, он же может стать и последним случаем употребления спайса. Выпрыгнуть из окна пятиэтажного, десятиэтажного здания. Перерезать себе, допустим, вены. Накиднуть на шею веревку и сдернуться. Производители аналоговых наркотиков ориентируются быстро. Они практически ежедневно выводят новые формулы, чтобы обойти закон. На это дилеры тратят огромные деньги. Не меньше приходится вложить государству, чтобы опознать очередной состав. Бывает, просто траву продают без носителя какого-либо психоактивного вещества под видом мошенничества. Бывают такие случаи, продают наркотик. Парадокс, но за такую деятельность тоже можно попасть под статью. Продавать траву вместо наркотика по закону считается мошенничеством. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Крупную партию алкоголя изъяли полицейские Хакасии. 76 с лишним тысяч бутылок контрафактного товара, общей стоимостью более 13 миллионов рублей. Алкоголь готовила к продаже абаканское предприятие «Белая река». Контрафакт сначала поставлялся в Хакасию с Северного Кавказа, но оплачивать перевозку оказалось невыгодно. Поэтому на предприятии решили самостоятельно изготавливать спиртное. В частности, для производства алкоголя использовалось оборудование, предназначенное для газированной воды. Предприниматели закупили технический спирт, акцизные марки. Самодельные коньяки водку планировалось поставлять на прилавки Хакасии, Тувы и Красноярского края. Но сделать это предприимчивым производителям помешали сотрудники временного отделения по противодействию правонарушениям в сфере незаконного оборота спирта и алкогольной продукции. Отдыхающие из Хакасии теперь будут летать в Таиланд из-за Бакана. В республике уже начались продажи соответствующих туристических путевок. Первый чартерный рейс «Абакан-Бангкок» отправляется с местного аэровокзала 22 октября. Задачу организовать авиасообщение с популярными зарубежными странами поставил перед руководством аэропорта глава республики Виктор Зимин. Сегодня уже есть результат. С октября, как раз в разгар туристического сезона в Азии, будет налажено воздушное сообщение Хакасии с Таиландом. Переговоры велись сразу с несколькими крупными компаниями. Одна из них, изучив туристический рынок, доказала экономическую выгоду авиаперелетов из Абакана в Бангкок. По их оценкам, вылетает из города Красноярск порядка 20 тысяч только наших горожан. Поэтому рейс экономически выгоден компании. Цены будут адекватны и сопоставить с красноярскими. Я думаю, что они будут для наших жителей привлекательны. Если воздушное направление Абакан-Бангкок будет востребовано, туристическая компания наладит авиасообщение и с другими странами. И возвращаясь к теме третьего международного форума «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития». Мероприятие стартовало очень важным проектом под названием «Музейная биеннале». В Хакасском национальном краеведческом музее открылись сразу две уникальные выставки. Первое – шедевры из собрания театрального музея Алексея Бахрушина. После приезда Эрмитажа 10 с лишним лет назад подобных экспозиций в Хакасии не было. Москвичи привезли более ста экспонатов. Шедевром можно назвать каждый. Сценические костюмы, книги с подлинными автографами известных людей и актёров, произведения художников с мировым именем, скульптуру. Уникальность этой работы в том, что именно с неё Алексей Бахрушин и начал собирать свою коллекцию. Точнее, купил за 50 рублей на Сухаревском рынке 22 миниатюры, отдал их на реставрацию. Оказалось, здесь изображены актёры театра графа Шереметьева. Такие любопытные истории связаны практически с каждым из представленных экспонатов. Не менее интересная другая выставка. Национальные мотивы в искусстве Тувы и Хакасии. Это совместный проект двух соседних республик, реализовать который удалось благодаря федеральной целевой программе «Культура Хакасии». Экспозицию оценила Юлия Константинова. Это национальное достояние Тувы. Украшения из кургана «Аржан-2», найденные всего лет 10 назад. Правда, это копии, но золотые. Работа тонкая, выглядит изящно. Как и эти предметы из огромной коллекции камнерезного искусства, которые хранятся сегодня в фондах Национального музея Республики Тува. Больше 300 экспонатов привезли наши соседи в Хакасию не первый раз, но впервые. В рамках совместного проекта экспозиции братских республик размещены на одной площадке. В этом большом зале мы выставили две рабочие группы. Тувинский музей и Хакасовский музей. Две группы работали. И, конечно, в ходе работы они обмениваются своим мнением, своим опытом. Поэтому, я считаю, очень важны такие совместные проекты. Для чего сравнить верование, традиции, обряды, утварь, древние и современные костюмы, найти общие черты, увидеть различия. Кстати, их немного. К примеру, тувинцы практически не используют вышивку и украшение из бисера, отдавая предпочтение в декоре одежды, коже, тиснению или аппликации. Юрты ставят круглые из войлока, а не многогранные из дерева в остальном. Очаг на главном месте, правая сторона женская, левая мужская. Елена Спирина из Абакана рассмотрела каждый экспонат и пришла к выводу. Мы две соседние республики, которые должны дружить, и всегда дружили, и в будущем должны дружить. Наша природа тоже сообща, вместе нас объединяет, и хакасов, и туму. Это два тюркских народа. Это две древние культуры, которые взаимодействуют тесно, но развиваются своим путем. Мы не конкурируем ни в коем случае, но они действительно сегодня выглядели так, как достойные братья, достойные соседи. И я думаю, что вот эта выставка, она понесет посыл к будущему, посыл на развитие этих двух культур. Поэтому я думаю, что этот проект тоже состоялся сегодня. Сначала у нас в Хакасии, в сентябре в Тыве, в Национальном музее республики. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакасия». И на этом наш выпуск завершен. Напомню, телефон редакции «Вести Хакасия» 22-72-82. Звоните, и ваши новости могут стать темой для наших репортажей. Я желаю удачи и прощаюсь. До завтра.